Музей имени Андрея Рублева был создан указом Сталина в 1947 году, после войны, в период потепления отношений власти и церкви, и когда власть стала более толерантно относиться к древнерусскому искусству. Основной вклад России в мировую художественную культуру – это древнерусское искусство и русский авангард. Сегодня, к сожалению, древнерусское искусство или русско-религиозное искусство нового времени, которое начинается с конца XVII века, недооценено по своим уникальным культурным художественным достоинствам. Икона в России всегда была предметом глубоко почитаемым и уважаемым. Икона – это особо тонкое искусство, искусство духа. Сегодняшняя выставка открывается в канун Дня Защитника Отечества. Именно духовное единство и вера помогают нам выстоять в трудный период. Икона вообще явилась одним из истоков русского авангарда. Многие крупнейшие мировые художники, западноевропейские и русские художники, которые повлияли на всю художественную культуру XX-XXI века, конечно, восхищались иконы. Это и Матисс, и Лорионов, и Гончарова. Нельзя говорить еще, конечно, о том, что все иконы похожи одна на другую. Это, конечно, не так, потому что менялись эпохи, менялись стили, менялись направления. Мы на этой выставке видим некое такое ретроспективное развитие русско-религиозной живописи от традиционной для нерусской живописи, которая прошла все этапы через барокко, рококо, классицизм, ампир. Все эти влияния отразились в иконе.